27 января – это особый день в истории нашей страны, трагичный и памятный одновременно. В этот день, 80 лет назад, была полностью снята блокада Ленинграда, унесшая жизни более миллиона человек. Те же, кто смог выжить, о прошлом вспоминать не любят. Слишком много человеческого горя им довелось увидеть. Кольцо блокады сомкнулось вокруг Ленинграда 8 сентября 1941 года на 79-й день Великой Отечественной войны. Гитлеровские планы не оставляли Ленинграду никакого будущего. Город хотели полностью уничтожить, сравнять с землей. Стремясь осуществить этот план, немцы постоянно вели варварские бомбардировки и артиллерийские обстрелы. В Ленинграде полыхали пожары, были уничтожены продовольственные склады. Начался голод. В блокированном городе оказались более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей. Один из них – Валентин Шмойлович. Ему было всего три года. Но пережитый тогда страх и ужас до сих пор хранятся в памяти. Прошедшие 80 лет смогли лишь притупить боль, но не вылечить. А что я могу помнить, когда кругом громыхает, кругом стреляет и все трясется? А что мы кушали? Хлебушек 125 грамм моих и ее 150. Вот все. Это суточная норма. Так и кушать все время хотелось. А где же его возьмешь? Ну так прожили. Живы стали, слава Богу. Из большой семьи Валентина Шмойловича в блокадном Ленинграде выжили только он и мама – Елена Павловна Арестова, которую называет своей спасительницей. А бабушки, дедушки, мамина и сестра – все погибли. Отец воевал на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен и скончался в госпитале. Вся родня осталась на… Кто на Волковском кладбище, кто на Красненьком, а кто на Пискаревском мемориале. Все поумирали. Остались мы вот, я и вот мать. Вот фотография есть. Холодно, голодно. Ничего уж не видишь. А если так в окошко выглянешь, одни трупы лежат. Люди на ходу умирали. Конечно, отложилось. Вот чуть ли не каждый день вспоминаешь Ленинград и все это громыхание. Это бомбили. Когда блокаду сняли, Валентина с мамой эвакуировали во Львов. Там они встретили и победу. После переехали на Сахалин, а оттуда уже перебрались в Славянск на Кубани. Здесь Валентин Захарович более 40 лет отработал на швейной фабрике. Воспитал двух дочерей. У него два внука и пять правнуков. Глядя на них, он мечтает только об одном – чтобы им не пришлось пережить то, что довелось ему. Пусть голод, холод и бомбардировки останутся в прошлом, а все дети растут под мирным, спокойным небом. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко. Программа «События».